На Дню Защиты Детей дети поэтов читают стихи друзей, родителей, тоже поэтов. Вот такое длинное, сложное название. В истории создания этого мероприятия расскажут Данил Файзов и Юра Цветков. А я пока просто от лица нашей Российской Государственной Детской Библиотеки и кураторов всей детской площадки, которыми мы являемся, поздравляю вас с Днем Защиты Детей, который давно превратился уже просто в праздник детства. Я поздравляю с тем, что вы все дети, все присутствующие здесь, и мы вам рады. Ура! Здравствуйте, большие и маленькие. Уже сказали, что здесь будет происходить такая встреча под названием «Дети поэтов читают стихи друзей своих родителей». Мы проводим это мероприятие уже больше 10 лет, и проводим его как раз 1 июня, День Защиты Детей, потому что мы решили, что в этот день мы этих детей будем немного мучить. Но это, наверное, шутка. Значит, мы преследуем несколько целей. Во-первых, когда дети читают современную поэзию, это прекрасно, потому что современная поэзия не так проста, как кажется. Второе. Дети поэтов, они друг с другом знакомятся, и, возможно, они в будущем станут даже друзьями. И главное, главное то, что... Главное — стихи. Я передавил слово Данилу Файзову. А я, пользуясь служебным положением, первый приглашаю к микрофону свою дочь Агату Файзову. Агата? Нет, книжка тебе зачем? Микрофон. Какой? Попугай или удовольный? Попугай. Начинай с попугая, давай. Серебрятся глаза попугая, Силюшев с чресо взросло. Он сидит некрасиво у гая, Сутовское свое ремесло. Ах! Когда б неизлительный новый, Небеспутный дружок-кокодил, Он бы тоже читал, Ускорчал, И вечернюю... И вечернюю школу ходил, Он бы мог на печерке учиться, Постигать нить, И гониться наук. Ах ты, молодая, Силая птица, Кокодил незадачивый друг. Две пары... Две пары... Две пары... Две пары ног... Две пары ног полезны многим. А тут поел и на покой, Удавы скучно были без ноги. Кхе-хе-хе-хе-хе... Но он соседенье такое, Не стукнуть одень крепкой лапой, Не уведать в далеких странах. Когда удавы мама с папой, То сын, конечно, нет же лаван. Повзел тихонько на коларе, Свернется в узкое кольцо, И нет ладони у бедняги, Что подплее свое лицо. Автор Алексей Петрович Цветков. Автор Алексей Петрович Цветков. Спасибо, Агата. Мы, во-первых, даем каждому ребенку грамоту, Но, возможно, иногда поможет мама. А также традиционно даем шоколадку на выбор. Вот у нас, Агата, выбирай. Вот ты можешь выбрать такую или такую, Какая тебе больше нравится. Вот эту, бери вот эту. Молодец. Бери шоколадку. Так. И далее я приглашаю к этому микрофону. Что? Книжку, да? Ну, книжку отдельно. Так, Агата, грамоту. Агата, возьми, пожалуйста, грамоту. Тоже маме отдай. И шоколадку тоже можешь маме отдать. А дальше я хотел пригласить дочь Павла Борисова, Ульяну Борисову. Андрей Гришаев. Кошка в доме. Кошка в доме появилась. Просто села и сидит. Тонкой лапкой умылась. В сторону мою глядит. Как вести себя не знаю. Как лежал, так и лежу. Невнимательно читаю, на животное гляжу. Разве что-то изменилось? В смысле, есть ли смысл в том? Кошка в доме появилась. Я не знаю, что потом. Надо бы еды насыпать. Надо бы ей имя дать. Может, праздник? Может, выпить? Может быть, гостей позвать? Там, где раньше пусто было, Стало мягко и светло. Умываешься без мыла, Выгибаешься тепло. Ульяна, спасибо. Выбирай, какую из шоколадок тебе, Какая тебе больше нравится. Фундук изюма или кофе с молоком. Такую, бери. Вот, можешь выбрать себе книжку, А папе мы передаем теплом. Спасибо. Да? Да, спасибо. А я приглашаю дочь поэтов Андрея Черкасова и Екатерины Соколовой, Ольгу. Оля, пожалуйста. Евгения Ритц. Когда нарциссы и сирень В одном нечаянном букете, Что нам ответит этот день? И почему он нам ответит? От ветра мощится река, Как девочка с платком в кармане. Ее прозрачная рука Зажата между берегами. А мы и так, и велики, Мы меньше ветра и реки. И наше время, как не время Из мерных штуков и толчков, А как тягучее варенье Из беспричинных лепестков. Спасибо. Диплом. Выбирай, какая шоколадка тебе больше нравится. Такая. Так. Бедный. Да. Прибрать. И можешь книжку посмотреть, Оль. Посмотри, можешь выбрать. Так, Агата, свои игрушки, пожалуйста, забери. Вот, маме отдай. А я приглашаю сына Андрея Гришаева И Оля Гришаева, и Федора. Дмитрий Беденяпин. Потухли все лапы И предстало впать мах Встреча женщин в туфлях И мужчины в очках Под рисунком маранди У ночного окна На пустынной веранде За бокалом вина Никаких разговоров Только туфли в очках Оторожались, как моря При баловных крючках Только сосны чернели Только волны гребешки Словно туфли белели В темноте, как очки Молодец, спасибо Выбирай, какая у тебя шоколадка Больше нравится Вот, смотри, так Два варианта Да Книжку Грамоту Спасибо, Федору А я приглашаю Так, подожди, к вам-то идти Тудал Ой, это не Тудал Вот, а я приглашаю Сына Елены Погоревой Василия А на когте верного Мушка поет землю Цемпка идет в воде Она читает Неизвестно где Где вы взятие Зенщина Кхытяще Дебхум На кокоте Чичин Вы Аэхадхум С кухом Усверхнется Будет циковать Сколько Снаходиться Будет понимать Спасибо Молодец Так, диплом Выбирай, какая шоколадка тебе? Так, ай, бери Диплом тоже бери Книжку можно выбрать Я приглашаю дочь Александра Курбатова Екатерину Это уже пошла тяжелая артиллерия Это уже выступали Чуть ли не 10 раз Чуть ли не с начала проекта Катя, прошу Стихотворение Николая Байтова Читается под музыку Пришла акула чернорылая За ней акула длиннокрылая Они злокозненно курсируют В лесе курортных берегов Они питаются туристами Причем, как правило, российскими Пойдешь купаться И останешься Без рук, а может, и без ног А бедный мальчик в детском садике На садике Настолько спятил из-за этого Что покусал двух воспитательниц А также нескольких детей Он возомнил себя акулою Так что испуганным родителям Пришлось скорее в театр кукольный Его везти, чтобы отвлечь Спасибо, браво Так, сейчас вот Главное не путать дипломы Какой чей Выбрала шоколадку Книжку Ну, посмотрю, если тебе по возрасту Что-то будет подходить А я приглашаю А в данном случае у нас дебютант Сын Арсения Ильи Аллы Поспеловой Николай Ну, дебютант, но он уже такой Скоро уже выйдет из возраста Добрый день Я хочу рассказать вам стихотворение Рафаэля Муфсисяна Моего учителя Того, кто помог нам с переездом И просто очень хорошего стиля человека В бумажном городе опять идут дожди В бумажном городе опять идут дожди И здания становятся прозрачны Бумажная машина новопрачных Не успевает в ресторан к шести Никто не курит, рвутся фонари Как уши пса от ветра у подъезда И не находят почтальоны места На стенах, где висят календари На лицах расплываются черты Плывут глаза и волосы прохожих Чернила все становится дороже Не заменяя больше пустоты Отчаявшийся ищет в рюкзаке Нож для бумаги Не находит все же Не находит после Считая, что бумагой быть несносно Он вешается в книге на строке И звери в зоопарках по углам Сидят, зевая ртом своим бумажным Как будто в клетках не настолько важно Что время тоже платит по счетам И я смотрю на порванный навес Что давеча был назван синим небом И мокнет у подъезда мякиш хлеба И пес без ухи убегает в мокрый лес Спасибо, Николай Так, грамота Я не знаю, ешь ли ты шоколад, выбирай какой А, следующий Ну, я не знаю, так-то хватит Книжку можешь выбрать Но тут тоже, мне кажется, она чуть более младший возраст Итак, дочь Елены Фроловой, Софья Юрий Казарин Из сборника имя травы Проснешься ночью, света нет И не было его Как будто это новый свет Иное вещество Все исковеркано летком Красивое зато Как будто кто-то босиком Ходил, я знаю кто Ты же знаешь изначально Чем глубже, тем больней Не истина печальна А приближение к ней Не бабочек снежинок Междуусобный дым А зрение поединок С безумием твоим Спасибо Шоколад Книжка Диплом Пожалуйста Ну и завершит сегодняшнее чтение Сын Глеба Шульпякова Петр, больны? Ничего не перепутал О, иди заверши Петр, давай Как бы завершать будет уже Но тоже у нас Простит Практически гвардейский человек Который выступал Чуть ли не с первого раза Лиля Ну пока Давай, вперед Стихотворение У них меня единственная книга Я достаю весы И взвешиваю гречку и овес Потом я Выметаю пыль из комнат И надеваю разное белье Иду гулять Смотреть на черных птиц Дымить своей тяжелой папиросой Моя сестра Однажды перешла границу Между парком и вселенной И не смогла вернуться Что сестра Мой лучший муж Он покатился бильярдным шаром И хоть бы кто-нибудь его остановил Я выметаю ее пыль из комнат Я протираю черный телефон Спасибо Дочь Алексея Денисова И Елены Кругловой Лилия Прошу Шоколадка Шоколадка Шоколадку Петя Шоколадку Выживай Анна Логвинова Я выверяла все поступки Я так скупилась на ошибки Что если Что если вдруг тянула руки То лишь Макдоналдсик сушилки Но он повел меня на митинг Потом метро Потом под зонтик Не говоря не извините Не разумеется позвольте И я смеялась очень нервно А он смеялся симпатично Он так смеялся глядя в небо Как будто вылетела птичка Был день так долг Путь так труден Что уронив за ванну мыло Я вдруг решила Вот что будет И вправду Было то что было Лилия спасибо Можно выбрать книжку Можно выбрать шоколадку И вот это На память Спасибо Мы завершили чтение Они всегда проходят чуть-чуть Так Достаточно быстро Но по причине То что дети маленькие Некогда Как всегда хочется Сказать спасибо Российской государственной Детской библиотеке Ане Золотаревой Денису Безносову В данном случае Как наших коллег Которые мы уже Последние годы Проводим это здесь И конечно большое спасибо Всем нашим Маленьким артистам Да и всем И всем зрителям Которые слушали Надеемся Что вам понравилось Приходите на следующий год 1 июня Видимо так же Примерно в это время Это касается И авторов И зрителей И конечно Атистов Да И водителей Да Спасибо большое Переходим к неформальному общению Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому